Давайте сейчас все-таки поприветствуем нашего следующего спикера. Он нас уже ждет, Владимир Кравченко. Сегодня у него будет очень интересная тема, которая звучит как «смешать, но не вздвалтывать». Кейсы «Blend Learning» — корпоративное обучение. Владимир, здравствуйте. 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 Спасибо модераторам. Спасибо предыдущим спикерам за просто невероятные знания. Я сам себе конспектировал, что-то добавлял. Ну и, конечно, зрители, спасибо за ваше внимание. Оно чувствуется через экран маленькими мурашками. Спасибо за то, что уделяете время. И я очень надеюсь, что это время будет проведено для вас с пользой, потому что тема достаточно интересная. «Смешать, но не вздвалтывать». Я сейчас, с вашего позволения, расшарю и к выведу презентацию. И сейчас, одну секунду. У нас, как у лучшей идекомпании, все это происходит быстро. Видно ли меня? Видно ли презентацию? Наверняка видно. Да, все видно. Отлично. Смешать, но не взбалтывать. Интригует? Мне кажется, да. Но прежде чем начать, я расскажу, кто мы такие, почему я вам, умным людям, должен что-то рассказывать. Мы, компания Ventitious, которая создала платформу, на которой мы сейчас располагаемся, на которой проходит и веб-версия, и мобильное приложение. И мы, лидеры на этом рынке, работаем со всем средним крупным бизнесом. И, ну, порядка, наверное, уже восьми или девяти лет. И в какой-то момент мы заметили, что очень часто стали появляться запросы на тему не просто провести мероприятие, такое же, как в гибриде онлайне или офлайне, а обучить сотрудников на этом мероприятии, после этого мероприятия, или провести анбординг. И так появился проект TalentRox. То есть TalentRox – это платформа для смешанного корпоративного обучения, для анбординга и для всего того, чтобы взрастить таланты в ваших компаниях. И про эту платформу мы сегодня поговорим, но я хочу сегодня быть максимально не продажным, а донести ценности, рассказать про смешанное обучение с той экспертностью, с теми реализованными кейсами, которых у нас огромное количество в крупнейших компаниях. Покажу, как это все строится. У нас, друзья, с вами удивительное и уникальное время. Вот в эпоху локдауна, пандемии, эпоху этих испытаний, очень многие компании вышли на стремительный рост, на очень быстрое подключение каких-то новых диджитал-инструментов, начали осваивать какие-то новые форматы обучения – онлайн, офлайн, гибрид, с наставником самостоятельно, синхронно, асинхронно. В нашем обиходе появилось огромное количество новых слов. И наша задача сейчас – не потеряться в этом лесу, найти ту дорогу, по которой мы будем идти, собрав и положив в нашу корзину, с которой мы идем, нужные для нас форматы. И таким образом происходит смешанное обучение, когда мы собираем, исходя из наших запросов, определенные форматы, которые помогают нам донести ценность, знания для сотрудников в этот сложный период, когда информация происходит со всех сторон, когда она льется потоком, когда непонятно, за что хвататься. И вот удержать внимание – это очень важно, об этом я еще поговорю. Поговорим про blended learning. Это не новый термин, он появился достаточно давно, и на графике видно популярность этого термина. Понятно, что в эпоху пандемии он начал расти вверх, но это говорит о том, что мы знали-то об этом давно, понимали мы это давно, но сейчас мы как будто по-другому взглянули и вдохнули в жизнь, в этот термин. И почему, собственно говоря, все это происходит? Почему эта новая жизнь имеет место быть? Потому что у нас есть несколько факторов. Первый фактор, и вы сейчас, когда я буду это проговаривать, вспомните себя, мне кажется, будет вашей личной болью на местах, когда первый фактор, естественно, это переход на удаленку, когда сотрудник неизвестно где, неизвестно что делает, ему нужно донести знания, чтобы он прошел это все, чтобы он сохранил мотивацию, чтобы он сохранил вовлечение. И самое главное, чтобы он удержал внимание свое во время и между сессиями. Я всегда говорю, что как только участник выходит из одного инструмента, допустим, онлайн-тренинга в Zoom, чтобы пообщаться в чате Телеграма где-то, то вот в этом маленьком мостике перехода на него нападают котики и мемасики из Фейсбука, и мы его просто теряем. И вот в этот момент должны быть инструменты, которые будут его поддерживать в компании и в обучении. Дальше, следующий фактор, выход на рынок поколения Z. Я, конечно, понимаю, что каждый раз, когда я говорю о том, что поколение Z какое-то не такое, они как-то не так учатся, они что-то не то делают. Естественно, я понимаю, что старость ко мне уже подходит, и мне нужно надевать суконные носочки и начинать вязать, наверное, потому что только старики так ругают поколение. Конечно, оно особенное. Конечно, у него есть огромное количество своих плюсов, но есть вещи, которые мы не понимаем. Одна из которых – это получать информацию в моменте. То есть для нас важно было, и для многих, кто присутствует здесь, это чтобы мы в течение своего обучения загрузили информацию по максимуму, выизубрили, выучили, в любой момент, в любое время нас подняли с кровати, мы отчитали все, что нужно. Но сейчас, если мы работаем с поколением Z, мы понимаем, что они абсолютно другие. Им нужно просто иметь место, куда они в любой момент, в любое время посмотрят и актуализируют, или найдут ту информацию. И вот те диджитал инструменты, которые мы применяем, должны это уметь делать. Ну и, конечно, изменение роли L&D в компаниях, потому что L&D сейчас – это не только про обучение. L&D расширяет свою функцию. Эти люди начинают работать непосредственно с руководителями самих сотрудников. Они учат их давать обратную связь, как нам говорил предыдущий спикер. Они учат с ними взаимодействовать, вовлекать в процесс обучения. они делают различные сессии, коучи для того, чтобы обучить руководителей и обратить на это внимание. Поэтому это важный фактор. Это актуальная задача, которая стоит. Здесь на графике показано некое соединение ролей, тех, которые я назвал, то есть L&D, сотрудники, менеджеры. Здесь актуально показано, какие новые роли и зоны ответственности сейчас, в настоящем, в 20-х годах. У L&D не только подготовка актуальных программ, тренингов и курсов, у них также, как я говорил, поддержка обучения, также поддержка непрерывного самообучения для сотрудников. А у сотрудников сейчас задача не только учиться, а иметь возможность делать это самостоятельно. То есть у нас сейчас на подкорке, мне кажется, выжигается вот этим огромным и очень большим пластом, понятной для нас информацией, что учиться нужно всегда. Это факт. Все аксиомы мы не принимаем. Не принимаем по-другому. И мы это доносят до своих сотрудников, и они понимают, что учиться нужно всегда. Они должны сами вести проактивную учебу, находить где-то эту учебу, и как-то это все поддерживать. Естественно, должны быть инструменты и механизмы, которые помогают за счет дофамины или других нейронных связей поддерживать вовлеченность и мотивацию для этого обучения. Также, естественно, у сотрудников с менеджерами пересекающаяся функция есть, это поддержка обучения в процессе работы, потому что для нас сейчас очень дорого просто заставить менеджера учиться. Он не может уехать на месяц или любого сотрудника, чтобы проходить обучение. Нет, он должен работать и параллельно обучаться. А как это совместить? Потому что это маленькая шизофрения, это достаточно сложно, и эти вызовы тоже есть. Ну и, конечно, у менеджеров роль развития команды она есть всегда на этом, не буду долго останавливаться. Как с этим быть? Что с этим делать? Мы сейчас разберем на, опять же, приведу пример смешанное обучение, и у нас будет такой небольшой, небольшая практика. Вот представьте, я выписал сейчас на этом слайде не все, безусловно, не все, но большую часть форматов обучения. По вертикали у нас обучение в онлайне, у нас обучение в оффлайне. И у нас есть определенные по горизонтальной блоки, из которых мы будем собирать наш коктейль, смешать и не взбалтывать. Помните? Как у Джеймса Бонда. Вот у нас будет в эпохе Бандианы такой же смешанный коктейль нашего обучения. То есть что мы берем? Мы берем в нашей компании такой небольшой кейс по поводу сопровождаемого обучения. Что мы будем делать? Онлайн или оффлайн? Хорошо. Возьмем оффлайн. Предположим, возьмем очный тренинг. Возможно, на 30 минут или на час. Возьмем спикера, хорошего коуча, хорошего бизнес-тренера, который придет и все расскажет. Отлично. Зафиксировали, галочку поставили. Что еще мы возьмем? Мы возьмем что-то из самостоятельного обучения. Мы возьмем из самостоятельного обучения что-то в онлайне и возьмем микрообучение. Как удобный формат, который помогает поддерживать обучение. Блоки не более 7 минут, 7-10 минут, это максимум, для того, чтобы внимание сохранялось и дать эти знания, которые проговорил тренеру, дополнительно. Также нам нужно, естественно, социальное обучение. То есть нам нужно, чтобы были какие-то онлайн-форумы, чаты, для того, чтобы была поддерживающая среда социальная, чтобы друг друга поддерживали участники, чтобы они друг другу ставили лайки. Мы люди сейчас социальные, в социальных сетях это важно. И, конечно, нам нужна поддержка осведомленности. То есть мы, как я говорил про поколение Z, должны четко понимать, где и когда брать информацию. Естественно, это нужно удобно делать. А что у нас удобно? Естественно, мобильный телефон, к которому мы привыкли, который у нас под рукой всегда. Поэтому мы возьмем это в онлайн. Возьмем мобильные базы знаний. Зафиксировали это. Я немного отклоню голову, чтобы это было видно. У нас очный тренинг, микрообучение, чат, базы знаний. Собираем это себе, чтобы не перегружать, 4 нам будет достаточно. И собираем свой коктейль. У нас получается коктейль Космополит. В базе которого у нас есть очный тренинг. Вторым слоем этого коктейля у нас идет микрообучение. Это подготовка, закрепление результата. Дальше у нас идет поддержка этих навыков после обучения, во время рабочего процесса, чтобы участник всегда мог понимать, еще раз говорю, когда ему везде взять информацию, и удобно. Он должен ответить на вопрос до того момента, когда начальник на него перестанет кричать. до того момента, он должен понять, что он быстро должен посмотреть в телефон куда-то и что-то ответить. И, естественно, как такой апельсинчик на этом коктейле, у нас есть чат, когда сотрудники друг друга поддерживают, общаются, и это происходит внутри. Не где-то, а внутри, чтобы, как я говорил, в этом мостике не терялись люди в соцсетях. И это важно. То есть у нас вот такой хороший коктейль. Это один из коктейлей. Вот его мы можем зафиксировать, брать к себе в организации, и, естественно, я приведу примеры, как это уже реализовано. Но это будет потом, потому что сейчас я хочу рассказать вам про другой коктейль. Этот коктейль называется цикличная маргарита. То есть как это происходит? То есть у нас есть какой-то онлайн-тренинг, и он длится месяц, например. У нас есть онлайн-курсы, у нас есть тренинг, тренер, который пришел, который нам что-то вещает. У нас есть также мобильное приложение, в котором есть поддерживающая среда. То есть это, опять же, могут быть микрокурсы, это могут быть какие-то квизы, это могут быть какие-то опросы. То есть это то, что может закрепить эти знания. Также поддержка чатов, но это повторяющийся многоэтапный процесс. То есть когда курс прошел, мы через мобильное приложение закрепили, проанализировали ответы, возможно, для себя сделали какие-то выводы, чтобы поменять, может, спикера, может поменять знания, может поменять направление, может что-то вообще поменять. Но у нас проходит следующий тренинг на этой же платформе. И так происходит цикл. И этот цикл может повторяться бесконечно. Месяц, может два, может полгода, год, не важно. Но мы должны понимать, что у нас в этом процессе есть помимо самого обучения самоподготовка, самодиагностика, погружение и тесты. То есть перед самим обучением мы через мобильное приложение, потому что оно под рукой участникам, даем какую-то информацию, не проходит тестирование, мы разбиваем предположим их на группы. Они какую-то самодиагностику проходят за счет этих квизов, мы определяем их психотип, как говорил предыдущий спикер, и понимаем, что он подходит или не подходит, какое обучение давать. Какое-то инструмент его влечение, какое-то тестирование. И это все, как я говорил, может проходить по кругу. Назовем это коктейль цикличная маргарита. Пожалуйста, в нашем баре уже есть два коктейля, которыми можно пользоваться, употреблять их с пользой в своих компаниях, но мы пойдем дальше. Пойдем дальше и расскажу как пример кейс нашего хорошего клиента «Газпромнефть». Мы уже рассказывали совместно этот кейс на одной из конференций в Петербурге. Мы взяли разрешение рассказывать его на мастер-классах, но мы считаем это очень хороший кейс. Это пример одного из обучений, которое проводит «Газпромнефть» «Личная антихрупкость». Это обучение создано для того, чтобы тот менеджер в эту сложную эпоху, маленькую эпоху, мог сохранить свою вовлеченность, мог быть эффективным, не растерял свое ресурсное состояние, был всегда в потоке. Еще много слов, которые сейчас у нас в обиходе происходят. И, естественно, это цикл софт-скилл обучения, который состоит из шести модулей. Это модули, как показано на экране, были качество жизни, ресурсное состояние, эмоджмент, выгорание, взаимодействие с другими в стрессе. И они проходили раз в неделю. Это был очный тренинг, приходил спикер, что-то очень хорошее рассказывал, а в промежутках было мобильное приложение, которое также показано на слайде, в котором участники проходили микротесты, которые длились не более семи минут. Это была выжимка, очень маленькая, короткая, но емкая выжимка знаний, чтобы они могли закрепить эти знания. Потому что проводилось огромное количество исследований, вы наверняка о них знаете, когда все, что мы вам скажем, как говорили нам бабушки, в одно ухо влетает, в другое вылетает, но если на научном языке, то 70% мы забываем уже во второй день без вот этой поддержки. Поэтому была поддерживающая среда, за счет микрообучения участники могли закреплять эти знания, общаться, проходить тестирование. Здесь показан функционал этого мобильного приложения, который был. Значит, для наглядности понятно, что была определенная этапность в этих микрокурсах, то есть каждый участник понимал, что будет идти следующим, ему не открываются курсы определенные, пока он не прошел с определенным нужным для него количеством баллов или нужным для организаторов количеством баллов следующий курс. Понятно, что он получал доступ ко всем материалам после этого курса, вот на третьем стаде показано, то есть, пожалуйста, он всегда мог открыть записи вебинаров, записи микрокурсов, пройти их заново. Вот, ну и понятно, что у организаторов была вся возможность получить всю обратную связь от участников конкурса, анкеты. И я вам хочу сказать, что по этому кейсу доходимость участников до конца была сто процентов. Сто процентов. Онлайн курс софт скилл за счет вот этой платформы. Это очень крутой показатель в современное время, который в очередной раз доказывается, что смешанное обучение при правильном смешанном коктейле, который взбалтывают или не смешивают, можно добиться больших результатов. Это не все, это не все коктейли, которые у нас есть в арсенале, естественно. Я могу рассказать еще, где-то у меня был здесь, да, перед тем, как перейти к другому коктейлю, хотел бы вам еще рассказать про то, что решало мобильное приложение, то, что делало мобильное приложение в кейсе, который я обозначил ранее, личной антихрупкости. То есть, для наглядности, этот слайд можно сделать прям принт-скрин, чтобы понимать вообще, как устроено это все. То есть, мобильное приложение и вы по функционалу понимаете, что оно очень похоже на то, что сейчас у вас в руках в телефоне, потому что это все построено на базе нашего приложения Eventitious, но с огромным количеством доработок, поэтому оно протестировано, стабильно работает со всеми стандартами безопасности. Первое, то, что простота и наглядность, то есть, очень очевидный и понятный порядок действий во время обучения. Вы наверняка сталкивались с такой проблемой, что сотрудник теряет мотивацию, особенно во время онбординга или во время обучения какого-то длительного. Он теряет мотивацию, потому что он не понимает, если мы берем у него обратную связь, он не понимает, что ему делать дальше. То есть, мы просто на него пласт знаний какой-то даем, и что, а какие кнопки мне нажимать, куда дальше идти, нет простых инструментов. Поэтому это очень важно сохранить вот это понимание всего процесса. Дальше. Поддержка трекерами. То есть, в этом приложении остался чат не только общий, была группировка чатов. То есть, был чат общий для обсуждения. Далее, был общий чат с трекерами обучения, был общий чат с организаторами. И это несколько отдельных чатов в этом мобильном приложении, где они задавали вопросы не в лу-ди, или там, где не нужно это делать. А по теме писали, возможно, даже там были и личные сообщения определенным организаторам. Пожалуйста. То есть, это внутренний мессенджер, по сути, в этом мобильном приложении. Мотивация активности, гимификации. Это, мне кажется, один из самых мощных инструментов для того, чтобы сохранить вовлечение. За всю активность в приложении участники получали балл. каждый участник, помимо того, что он правильно отвечал на вопросы, он понимал, что если он будет активен и он будет писать какие-то вопросы, какие-то рекомендации, то он тоже получает балл. Не такой большой, естественно, но он может какую-то просадку своего знания немножечко улучшить. И это не для того, чтобы смухлевать, а для того, чтобы дать возможность человеку провзаимодействовать вот с этим обучением, дать возможность ему вовлечься в процесс, сделать вот этот самый первый шаг с дивана, который мы так боимся делать, такой тяжелый, честно. Он этот первый шаг делает, а дальше все понакатанно и уже окружают люди в этих чатах, они начинают задавать ему вопросы и появляется стимул, который он реализовывает. Доступ к материалам в любое время я буду повторять вам многократно, что это очень важно, чтобы была база знаний под рукой. Дальше самостоятельное обучение, то есть участие в мозговых штурмах, групповая работа, все это также в отдельных доступах находилось, которые открывались тогда, когда это нужно. онлайн-встречи с экспертами и спикерами, которые проходили в этом приложении, потому что, как вы заметили, у нас есть встроенный Zoom, встроенный YouTube, Facecast, много плееров, которые есть, и это говорит о том, что безопасность Zoom, ну, согласитесь, страдает. Его очень часто взламывают, но чтобы взломать наш Zoom, получается, нужно взломать сначала нас. а у нас защищенные 152-м законом сервера, которые еще никто никогда не взламывал. Поэтому здесь безопасность намного увеличивается, поэтому ваша служба безопасности будет ликовать. Сбор данных аналитика, то есть притренинговая самодиагностика, это тоже важно, это тоже было. коктейль Long Island. Я понимаю, что у меня осталось 5 минут или нет? Нет, у меня есть 5 минут, отлично, мы идем в тайминге, здорово. Значит, коктейль Long Island, это новый коктейль, еще один из наших баров, который я вам обещал. Это тот формат, когда обучение происходит долго, когда у нас есть долгий формат, на год, может быть, на полгода, когда мы, может быть, берем даже не онлайн обучение, как тренинговое обучение, возможно, это будет тренер, который будет приходить в оффлайне, или это будет корпоративный университет, например, и в этот корпоративный университет встраивается поддерживающая среда, то есть во время самого обучения, во время самих сессий, например, к которым приходят, во время самих блоков, То есть вся раздатка тренинга в удобном формате, когда какой спикер выступает, какое у нас расписание, а где нам пообщаться с организаторами, когда вот эти все вопросы заваливают WhatsApp-мессенджер и непонимание вообще, что происходит, и аккаунт-менеджер, который за всем этим следит с кипящей головой, говорит, что я больше не могу отвечать на те же вопросы, а закрепленные сообщения не помогают, здесь есть очень четкие инструменты, в которых есть расписание, какие-то каталоги с информацией, какая-то информация о спикерах, какие-то пуш-уведомления, которые закидывают о том, что, пожалуйста, ребята, всем нужна информация. Это во время. А после этого обучения есть, опять же говорю, микрообучение для закрепления информации, пуш-уведомления с полезными советами, марафоны по выработке привычек с отчетами в чате, гемификации различные, то есть, я как говорил, те самые инструменты, о которых мы говорили, которые поддерживают эту среду. И это все заставляет участника сохранить его вовлеченность в процесс на протяжении долгого времени, потому что это не просто спикер, это уже своя среда, в которой он чувствует себя комфортно, в которой ему все понятно, где он может достать определенные знания. И это все. Назовем коктейлем Long Long Island. Просто, что называется, за ваше здоровье, за здоровье вашей компании, пожалуйста, берите себе этот арсенал. И в поддержку этого формата я вам хочу рассказать пример, который покажет, что микрообучение действительно полезно, если кто-то до сих пор в него не верит. Потому что это формат, да, не новый. Да, прошли исследования о том, института MIT, который говорил о том, что мы забываем все спустя 7 минут, концентрировав внимание. Не все, а наше внимание, наша концентрация постепенно начинает падать. 7 минут оптимально. То есть, да, несмотря на это, у нас курсы обучения, наши онлайн-тренеры заточены на то, чтобы давать знания долго, вот часу нужно говорить. Индийские ученые провели такое исследование. Они взяли две группы людей, у которых было преддиабетное состояние или диабет второго типа. и начали им давать знания о том, как и что нужно делать для того, чтобы эту проблему решить. Одной группе давали знания в классическом формате, большие курсы. Другой аудитории давали, другой группе участников давали знания в формате микрообучения. Через какое-то время, год прошел, они взяли данные этих участников и поняли, что участника, которые получали знания по микрообучению, в формате микрообучения, у них результаты по их личному состоянию улучшились на 36%. Это говорит о том, что они уловили информацию, приняли и начали ее применять в жизнь гораздо эффективнее, на 36% эффективнее, чем те люди, которые получали в классическом виде информацию. Поэтому микрообучение – это точно наше будущее, и, возможно, оно кому-то не нравится. Я с вами соглашусь, потому что я лично фанат русской классики, Достоевского, с его сложно сочиненными предложениями, когда ты вчитываешься и погружаешься в этот мир. И очень грустно мне иногда смотреть на то, что у нас обучение есть даже в ТикТоке. Но я понимаю, что это наше будущее, что за ним точно нужно наблюдать, точно нужно внедрять в его жизнь по тем причинам, по которым я сказал. Поколение, мы сейчас в онлайне, нам сложно воспринимать много информации и ряд других, которые вы наверняка сами знаете. Итак, я вам желаю найти свой коктейль. Я вам дал их три. Форматов много. Если вы найдете меня в Фейсбуке и напишите какие-то свои рецепты, которые есть у вас, я буду вам невероятно благодарен. Пишите свои вопросы, задавайте их. Мой маленький подарок по QR-коду, который сейчас есть на экране, это скачать нашу книгу электронную, чему HR стоит поучиться у разработчиков компьютерных игр, мобильных игр, прошу прощения. Там есть интересные кейсы, есть интересные исследования, поэтому рекомендую скачать. Ну а вам спасибо большое за то время, которое вы были со мной, то, которое вы меня слушали. Я очень надеюсь, что оно было полезным для вас. Ну и спасибо за внимание. Уважаемые организаторы, вам слово. Владимир, спасибо вам большое. Очень интересное выступление. Уже есть комментарии на тему обучения в ТикТоке. И спрашивают, что же тут грустного, на самом деле надо радовать. Отчасти я соглашусь, потому что много трендов, много статей, как рассказывают, преподают физику в ТикТоке, математику. И дети реально начинают это слушать, им это интересно. Вопрос есть еще такой по поводу хранения данных. Небольшая была дискуссия. Как связаны 152 ФЗ и безопасность серверов? Можете прокомментировать? Дело в том, что по законам мы должны хранить данные на защищенных серверах по определенным критериям безопасности. И критерии безопасности находятся на 152 ФЗ. Там все четко регламентировано, прописано. И мы должны защитить хранение персональных данных несколькими способами. Во-первых, мы должны быть при истремингом связи, как организация и как диджитал-платформа, которая занимается сбором связи. Но есть еще и другой уровень безопасности, когда мы защищаем то место, в котором хранятся эти данные. То есть да, мы зарегистрировали свое ПО, показали код, показали, что он безопасен, но то место, где она о них хранится, это тоже очень может быть уязвимой зоной. И есть сервера, которые предоставляют такую защиту. Они стоят недешево. Я вам скажу, что мы в 2019 году потратили, наверное, 30% бюджета для этого. Для того, чтобы обезопасить именно свой код, именно данные персональные наших участников, по закону мы можем хранить даже медицинские данные клиентов. Мы этого, естественно, не делаем. Нам это не нужно. Но мы понимаем, что те клиенты, которые с нами работают, это вся крупная банковская сфера, это различные государственные органы, там Альфа-банки, Газпром-банки, все крупные холдинги, они очень сильно, и это правильно, опасаются за безопасность своих данных. Служба безопасности – это очень мощный инструмент задерживания различных диджитал-платформ. Мы понимаем, что этому нужно уделять много времени и прорабатывать этот процесс. Мы это сделали. Это помогло обезопасить данные наших сотрудников, участников. Спасибо большое. Действительно, в моей практике тоже был опыт интеграции продукта под white label в один банк, и пройти службу безопасности – это действительно уже дорогого стоит. У них есть разносторонние оценки, поэтому здесь полностью поддерживаю. Еще есть такой вопрос от Оксаны. По поводу геймификации. Участник может параллельно геймить, что касается интерактива, или только на определенном этапе обучения? И еще второй вопрос. Параллель не отвлекает ли от процесса обучения? Нет, абсолютно не отвлекает. Вы знаете, здесь вот какой момент по поводу или-или. Дело в том, что мы не платформа, которая делает какой-то кастомный долгий продукт, который длится там разработки годы. Нет. То есть готовое решение мы можем сделать за две недели, потому что это готовое коробочное решение, которое состоит из определенных кубиков лего, с которыми мы сталкивались, с которыми мы собираем под определенные запросы, брендируем, отдаем. В white label. Да, конечно, можно размещаться на серверах, но это немного другое. И здесь важно понимать, что алгоритмы этих кубиков настраиваются очень тонко. Это очень чуткая настройка под определенные задачи. И если задачей является, чтобы геймификация работала исключительно в моменте, когда участник проходит обучение, то оно будет работать именно так. Исключительно давая баллы за вопросы, за правильные ответы точнее. Если нужно обеспечить вовлеченность в поддерживающую среду, чтобы участник сохранял комьюнити, возможно, чтобы, возможно, он проходил и допроходил обучение до конца или регистрировался на другие события, то мы выстраиваем алгоритмы другим образом, давая баллы уже за это. Если нужно, чтобы он в оффлайне прошел обучение, то мы ставим планшет на входе в лекцию, участник сканирует QR-код, ему в этом приложении начисляются баллы. Ну и может, кипяем, выставить или понизить, увеличить. То есть вариантов абсолютно много. Это не мешает обучению, потому что обучению мешает, в первую очередь, это отсутствие внимания, отсутствие вовлечения, отсутствие мотивации. И это самый главный вызов, с которым сталкиваются все люди, которые занимаются корпоративным обучением так или иначе. А гемификация – это тот маленький сахарок, который кормит наш мозг в виде дофамина, предвкушения какой-то маленькой награды, которую мы как маленькие дети все очень любим. И если мы это даем в правильном количестве, на правильных участках сложных всего процесса, мы понимаем, что наше обучение очень гармонично вписывается в действительность наших сотрудников. И они очень вовлекаются в процесс. Надеюсь, я ответил. Да, спасибо большое. Сейчас посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. Спрашивают, как книгу получить по коду просто перешла в Facebook. Владимир, можете расширить сейчас экран? Возможно, не тот кировокод отсканировали. Я вам так скажу. То, что вы перешли в Facebook – это хорошо. Там нужно поставить галочку на «Добавить в друзья». И я вам точно скину эту книгу. Давайте сейчас. Там два QR-кода. Один из них ведет в Facebook, и вы с этим справились. А второй – скачать книгу. Вот второй QR-код. Пожалуйста, скачивайте. Мы трудились, мы старались. Мы писали, мы писали. Наши пальчики устали. Но я очень надеюсь, что эта полезная информация вам поможет. Есть ли еще комментарии, вопросы? С радостью отвечу. Расскажу много чего. Написала Татьяна. Поподробнее можно про марафоны по выработке бриф многоточек с отчетами в чате? По выработке чего? Бриф? Бриф. Хороший вопрос. Ты многоточек. Мы должны, наверное, додумать. Татьяна, можно немножко расшифровать ваши вопросы? Да, если можно, марафоны по выработке бриф с отчетами в чате. Давайте так расскажу, как я понял. Если Татьяна расшифрует, я дополню свой ответ. Что касается марафонов, то это один из форматов, который у нас есть, который мы очень часто используем в рамках нашего функционала. То есть у нас, помимо всего, обучение, которое может носить hard, skill, soft, skill, любой контент можно запихнуть. Есть еще какие-то игровые истории. Это мы почерпнули из как раз-таки мероприятий, когда нужно вовлечься, интересовать участников. И вот там в том числе могут быть какие-то марафоны спортивные, какие-то интеллектуальные квизы, какие-то могут быть флешмобы, когда участники фотографируют себя, фотографируют то, что они сделали. Или отжались, например, приготовили кулинарный шедевр, например, или сделали какую-то домашнюю работу. Они это все скидывают в чат, участники ставят им лайки, или они проходят опрос какой-то, они сдают этот отчет и получают, опять же, какие-то баллы, признания. В конце выводится рейтинг, они получают какой-то или иной приз, который был оговорен. Поэтому такой формат есть. И я вам хочу сказать, что этот функционал, который мы используем, который у нас есть, ну вот для чего мы только не использовали. То есть, если стоит задача воблечь, обучить, даже мероприятие свое сделать, я просто про это не говорю, но то мероприятие, которое у нас с вами есть, безграничный функционал имеет, поэтому хотите сделать марафон в рамках обучения, пожалуйста, мы вам расскажем этот кейс. Просто времени уже мало. Спасибо.